здравствуйте дорогие друзья я вам уже рассказывала как я использую удобрения которые заготавливаю еще осенью оставляя на зиму но она естественно когда-то заканчивается и я использую бочку пластмассовую бочку для заготовки другого жидкого удобрения я туда кидаю первых сорняки все которые выпалываю мне достаточно бывает много сорняков подкладываю это в бочку и заливаю водой полностью чтобы это все зак использую для ускорения бочка и 4 ведра буквально чуть-чуть я где-то 4 столовых ложки использую сейчас вы видите эту бочку она уже простояла чуть больше недели и теперь я это удобрение буду разливать значит она настоялась естественно небольшая концентрация поэтому я его использую но сейчас были дожди и мне хватает разводить один к двум сейчас покажу как я это делаю поближе разложившиеся растений которые остаются и я вот жидко удобрения развожу и использую поливаю растений свои еще хотела бы сказать это то что я не применяю не сахар для того чтобы бродили какие-то растения единственное что сюда я чуть-чуть я добавляю лошадиного помета но это буквально немножко в основном это растение боюсь чтобы они бродили потому что не хочу передавать эти грибки заражать растения там нужно четко все это выдерживать не всегда это получается иногда нужно поливать айдут дожди поэтому я вот от этого отказалась так я сейчас покажу когда я это все выливаю я заполняю новыми растениями итак я из бочки уже вылила почти все оставив буквально на дне наверное одну седьмую часть и теперь я по новой забиваю ее новыми сорняками а затем я залью водой итак я кладу продолжаю класть сюда сорняки плотно их уминаю поплотнее набиваю их сейчас еще положу порцию а для чего мы оставили там одну седьмую это у нас и вот закваска ну во первых тому бочки бактерии сейчас мы можем немножко их подлить и вот эти бактерии которые там они будут быстрее работать разлагая вот нашу эту порцию травы следующую ну вот ну вот достаточно в общем то и можно уже заливать водой так чтобы прикрыт вода прикрывал нашу праву я уже говорил что там осталось внизу у нас немножко и навоза конского чуть-чуть и ну он уже правда разбавлен и осталось старой травы бактерии поэтому в общем то сюда достаточно теперь уже второй раз бочку уже просто залить воду и пока меня не будет неделю как раз за это время уже будет готово удобрение и я приеду можно будет уже поливать кстати поскольку меня долго не будет то может быть это и будет и будет тепло то можно будет вообще бочку даже и не закрывать ну мы посмотрим может быть если я ненадолго еду не на 4 то 5 то это в принципе закроем если больше то я даже ее оставлю такую вот это будет вторая порция удобрения питания для нашего сада жидкого ну и поскольку вода должна быть комнатной температуры чуть тепленькой а я наливала в бочку воду из шланга я добавила горячей воды чтобы вода не была такой холодной стала немножко теплой чтобы быстрее в ней перерабатывались бактерии и сейчас мы ее чуть-чуть помешаем чтобы она перемешала с остальной водой до свидания дорогие друзья до новых встреч до новых встреч . 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 Продолжение следует...